До спектакля еще час, но в фойе театра оперы и балета уже собираются зрители. Как можно опоздать? Многие ждали показ именитой постановки с февраля. Как только Минкульт края подтвердил, в Красноярск едет Никита Сергеевич Михалков со своим спектаклем «12». Причиной незамедлительного приобретения билетов именно участия самого Никита Сергеевича. Ну и мы смотрим там его передачи. Я хочу увидеть противопоставление героев. У нас получается 12 человек, и ровно один из них будет бороться против системы. Изначально речь шла о двух показах. Но желание сибиряков увидеть знаменитый сюжет расширило гастрольный тур москвичей до трех дней. Билеты красноярцы брали сильно заранее. Я смотрел фильм когда-то, давным-давно. Очень понравился фильм на самом деле. Поэтому, как только узнал, решил сразу же брать билеты и сходить. Мне случайно повезло. Знакомая три дня назад сказала, пропадают билеты, сходите, пожалуйста. Поэтому мы, конечно, были в восторге, что случайно попали на такое мероприятие. Интересно посмотреть, когда на сцене играют такие великие люди, особенно на Никиту Михалкова. Ну, такое в предвкушении увидеть великого человека на сцене нашего Красноярского театра. Красноярск смотрит «12» в рамках 11-го Транссибирского арт-фестиваля. Показ организован при поддержке компании «Н-Плюс». Одной из главных ролей Никита Михалков играет сам в ряду народных и заслуженных артистов. Для кого-то из красноярцев поход на легендарную постановку стал подарком ко дню рождения. Москвичка Анна с родной тетей Ольгой накануне вернулись из Новосибирска, смотрели там Боядерку. Теперь Михалков. Я сама из Красноярска. Племянница приехала к нам в гости на свой день рождения. Ей вчера день рождения было в рамках фестиваля. Я буквально последние два места забрала. Я очень рада, спасибо большое. У меня еще очень сильное такое ощущение было после фильма «12». И вот это вот раскачивание там героев, да, в одну сторону, в другое, переживание через себя очень многих моментов. И мне прям интересно, как это будет в спектакле. Если есть возможность посмотреть спектакль, то хочется посмотреть это живую работу актеров. Ну, фильм, конечно, смотрела. Поэтому я знаю сюжет, знаю, на что иду. Просто хотелось посмотреть метров нашего кинематографа, нашей элиты актерской. Михалков, там Бурляев, по-моему, будет. Потом Долинский. Стараемся не пропускать. Мы решаем, кто будет председательствовать. Ажиотаж вокруг премьерного показа красноярцы начали обсуждать в соцсетях. Делились впечатлениями. Кроме игры оценили художественные подходы. Например, прозрачную сеть на сцене, на которую шла проекция видеофрагментов. После первого показа Никита Михалков встретился с губернатором края. Глава поблагодарил режиссера за внимание к нашему региону. И это оказалось взаимно. АПЛОДИСМЕНТЫ Более 900 человек вмещает зал Театра оперы-балета имени Хворостовского. Не было свободных мест и во второй день показа. Этот год и этот апрель культурный Красноярск запомнит надолго. На сцене трижды 12. Во главе с мэтром. Будет ли еще такое, одним организаторам известно. Анастасия Цыганова, Дмитрий Кочетков. Новости. Прима. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...